Стоит ли победа уничтоженного здоровья? Не своего, а соперника. Вопрос риторический и для каждого бойца ответ будет свой. Привет, острозубые гусеницы! Вы на канале Мой Тай Сикея, я Федорович. Покажу вам парочку жестких поединков с турнира Team Fighting Championship. В первом бою встречаются команда из Чехии, Прага Бойс, против команды из Украины Корабеллы. Пока наши бойцы выходят в ринг и готовятся, скажу пару слов про турнир для тех, кто смотрит такой формат впервые. Суть поединка состоит в том, что в ринг выходит по 5 бойцов от каждой команды и одновременно начинают бой между собой. Сам бой проходит по правилам ММА, но я бы сказал, что это больше похоже на бои без правил, которые были на первых турнирах UFC. В поединке можно наносить не только все удары, как в стойке, так и в партере, но и добивать ногами лежачего противника по голове, по почкам, по спине. При этом не только одному, но и втроем и в пятером, что и происходит практически в каждом бою. Как видите, бой начинается 5 на 5 и все бойцы разбиваются по парам. В основном работа сразу переходит в партер, но есть пары, которые боксируют в стойке. В такой ситуации возможны два варианта. Или бойцы обмениваются ударами, пока один не отправит второго в нокаут. Или бегают от пари к паре, нанося противнику неожиданные удары ногами. Таким образом помогая напарнику с командой. Но в основном, как и в нашем бою, в течение первой минуты кто-то из пяти пар одерживает верх добиванием. И вот тогда вторая команда получает численное преимущество на одного бойца, который подбегает к соседней паре и уже вдвоем забивают соперника. Таким образом, самый стойкий из противников по итогу начинает получать удары сразу от пятерых бойцов. А в нашем бою победу одержала команда «Карабеллы» из Украины. Карабеллы из Украины Переходим ко второму бою, в котором встречаются команда «Янг Волк» из России против команды «ЛПХ» из Польши. А нас с вами ждет очередной замес. Конечно, для многих спортсменов это не поединок и не единоборство, а настоящий беспредел. Сравним с уличной дракой или стрелкой 90-х. Но человеку дана свобода выбора, и каждый волен сам распоряжаться своей судьбой и здоровьем. Ребята знают, куда и на что идут. Понимают, что им могут отбить ногой голову, пока они возятся в парты. Думаю, нужно отметить, что больших профессионалов в таких боях вы не найдете, так как денег за них не платят, а угроза здоровью огромная. Это бои в большей части для футбольных фанатов, которые таким образом переместились из парка в ринг. И на официальном уровне могут выяснить, у какой команды самая духовитая поддержка. И это их выбор, и их право. Поэтому не стоит их осуждать. Несмотря ни на что, чтобы выйти на такой бой, понимая все риски, нужно быть очень смелым. Я бы даже сказал, обезбашенным человеком. ПОЕТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ Давай! Много! А в нашем бою победу одержала команда из Польши, с яростью добивавшая бойцов из России. Пишите в комментах, как вам такие бои. Оценивайте лайком мое видео, а не сам турнир, который многим будет даже пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Пускай также увидят беспредел в ринге. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok